Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И в третьей части песни на стиктоке я научу тебя играть Lil Peep Star Shopping, Be Me Super Lonely и третье Maze Psycho, супер английский. Но если тебя интересует какая-то конкретная песня, то вот есть тайм-коды, обязательно на них кликай и учи то, что тебе конкретно нужно. Но если ты первый раз на моем канале, то я хочу тебе сказать, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков. Если тебе понравится этот видос, то обязательно подпишись, потому что именно ты можешь помочь мне достичь эту цель. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться! Разбор на укулеле! Сегодня для всех наших песен нам понадобится умение играть по табам. Кто не умеет до сих пор играть по табам, то у меня есть целый видос на канале. Все где пошагово, прям разжеванно, все объясняю, как это же все играется. Обязательно посмотри, потом возвращайся сюда. А сейчас мы с вами разберем вступление песни Lil Peep Star Shopping. По сути, в этом вступлении мы просто обыгрываем аккорд G. Кто не знает аккорд G, то мы зажимаем первую треть струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. В первом такте мы просто оставляем из этой конструкции первую струну на втором ладу и играем еще в довесок третью открытую. Но начинаем играть с третьей. То есть третья, первая, третья, первая, третья, первая, третья, первая. Это играем мы с вами пять раз. То есть раз, два, три, четыре, пять. Вместе со мной. Теперь то же самое, но только играем со второй струной. То есть вторая струна, первая. То же самое. Вместе со мной. Соединим это. Теперь в третьем такте мы ставим третью струну на втором ладу. Помним, да? Этот аккорд же теперь устраиваем. Играем то же самое. То есть третья струна и первая. В таком же количестве. Еще раз. И под конец ставим вторую струну на третий лад. Четвертый так. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь все это полностью от начала до конца. Теперь с вами разберем песню Be Me Super Lonely. Но для начала послушай, как она будет играться. На самом деле тут все очень просто. Первый такт мы играем тупо на первой струне. Сначала на третьем ладу. Затем открытая одна струна. То есть. Второй такт мы также продолжаем играть на первой струне. Но концовку мы будем играть один раз. Открытая вторая струна. То есть. Эти два такта теперь полностью. Затем третий такт мы также продолжаем играть на второй струне. Открытый. И далее ставим третий лад на второй струне. Затем четвертый такт мы играем на первой струне. Сначала открытая. Затем на втором ладу. И концовочку опять открытый лад. Затем пятый такт. Опять играем открытую первую струну. И вторую струну. То есть он идентичен второму ладу. Затем мы играем первую струну на втором ладу три раза. Затем вторую струну на третьем ладу. Затем седьмой такт. Играем сначала вторую струну на третьем ладу. И на первой струне играем. Три, пять, три, два, ноль. Так, этот седьмой такт полностью. И восьмой заключительный такт у вас, у всех, может играть по-разному. Вы можете что-то там добавлять, например, где-то нули. Но в моем случае это это. Сначала я играю на второй струне. Открытая. Первый лад. Третий лад. Затем снова открытая. Затем третья струна на втором ладу. И затем открытая. Теперь полностью эти восемь тактов в медленном темпе. Затем третья струна на втором ладу. Затем третья струна на втором ладу. А сейчас мы с вами разберем песню Maze Psycho. И вот как она у тебя будет выглядеть. Итак, вступление состоит у нас из двух тактов. Но прикол в том, что все они одинаковые. То есть нам просто нужно выучить один такт. Он будет звучать следующим образом. Теперь медленнее. Мы играем с вами вторую струну. Ничего не зажимаем. Два раза. Затем с вами зажимаем третью струну на первом ладу. Затем мы с вами играем вторую струну на втором ладу. Далее третью струну на втором ладу. И опять третья струна на первом ладу. Все вместе. Чуть быстрее. Это еще вступление. То есть он поет там. Далее у нас с вами идет тема. Разберем с вами первые четыре такта темы. Смотрите. Нули, где у нас написаны, они будут всегда играться у нас на второй струне. Те адмёрки, которые у нас написаны, они будут всегда играться на третьей струне на первом ладу. И четверка у нас будет играться в некоторых местах, но она всегда будет играться на второй струне на четвертом ладу. Тут вы можете играть или мизинцем, или безымянным. Кому как удобно. На самом деле эта песня очень крута, потому что она у нас слушает как упражнение для растяжки наших пальцев. То есть можете попытаться играть или так, или так. Кому как удобно. Убирайте. Итак, теперь давайте первые четыре такта в медленном темпе. Смотри, если что, на табы. Я буду это все показывать. Теперь следующие четыре такта. Надеюсь, понятно. То есть тут суть одна, они всегда просто чуть-чуть видоизменяются. Теперь эту тему чуть быстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, если тебе был полезен этот разбор, то поставь свой лайк. Также не забывай писать в комментариях, какой кусочек песни и мелодии мне разобрать в таком формате, как Эспресс-разборы. И напоминаю, что теперь ты все мои труды и старания можешь поддерживать своей подпиской на Бусти. Вот, например, эти ребята уже помогают мне дальше делать такие клевые видосы, как этот. И взамен получают клевые ништяки по подписке на Бусти. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok